Привет, не профессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Буглов, мы продолжаем вести Динамо вперёд, и как вы можете видеть, Спатак хоть и не потерпел ни одного поражения до сих пор, мы на первом месте идём, да? Ну и что касается расписания, вы увидели игру с Ростовым, дальше мы 3-2 разобрались с Уралом, затем Крылья Советов пали, Анжи пал, и в Кубке мы обыграли Амкар, Ну, сейчас нам предстоит нелёгкий матч, этап, конечно, ЦСКА, да? Ну и по поводу приобретений, Головин здесь сыграть не сможет, но Головин, Головин это просто чудо, и я не жалею, что послушал Сашулю, играет потрясающе, то есть, смотри, отдал, правда, всего один голевой пас, да? Но при этом, в 4 играх принял участие, но я не знаю, за мою команду, наверное, поменьше, так, смотрите, процент брака какой-то, меньше 20%, меньше, и это просто супер игрок! За Динамо 4 игр не сыграл, но, знаешь, пусть и ни одного гола пока не забил, только в неофициальной игре, но играет он действительно потрясающе, и уже после 4 игр наблюдается какой-то прогресс, видите, в его развитии, то есть, он постоянно стремится вперёд, потому что теперь, я думаю, что надо его выкупать быстрее у Лёньки, правда, у нашего клуба с деньгами всё достаточно пуга, но всё-таки действовать надо. Ну и я, естественно, нахожусь в поиске талантливой молодёжи всегда, и поэтому не мог не отметить Дмитрия Бенифанда из Академии Чертанова, меня просили обращать внимание именно на Чертанова, и я там нашёл молодого игрока, который мы за 2 тысячи всего лишь купили, оценён 800, я не знаю, почему он так дёшево оценён, по даже тем показателям, которые скаут нам приносит. Это очень талантливый футболист. Конечно, это не Путин из Эрдстара, но всё равно у него уже в 16 лет за решение атаки 12, самовладание от 11 до 14, да, то есть он уже лучше, например, чем Павел Саламатин и чем Александр Кокорин. Плюс позиции у него, видишь, есть и фланговые какие-то позиции. Правда, навесов нет, но это инсайд, он может именно инсайда выполнять роль. Да, рабочая нога левая, но видишь, то есть не только левая, то есть он может и правой сыграть, поэтому это важный, важный момент, да, две игры Павел Зачатанова забил один гол. Вот, ну, знаешь, скорость есть у него 13-15, то есть ускорение может ускориться. Скорость свой фланг, у нас как раз таки такого нет, у нас оба фланг они таранного типа, тем более, ну, знаешь, погремняк уже вообще по скорости там, знаешь, в одной команде с черепахами и улитками только может находиться. Вот, и тут, если сейчас сделать сравнение, сравнить с, ну, например, кто у нас там, где наш этот красавец, по суде Саламатин, да, вот, Пашуня, Пашуня, вот, по ключевым характеристикам, да, завершение атаки, сейчас, подожди, подсвечу ключевые характеристики для роли, ну, чистый флор, ну, давай смотреть. Дриблинг, одинаковый, завершение атаки 12, у этого 9, да, то есть игра головой 8-9, но у этого, у этого еще пока, знаешь, он и разточком пониже, но у этого другого плана форвард, понимаешь, другого плана. Пас, лучше по пасу Саламати, ну, опять же, у Бенифанда к, сколько там Саламать, 22-го года, к 22-м годам, я думаю, что у него пас будет порядка 12, а то, может быть, и больше. С учетом того, что Скаут дает достаточно много звездочек Бенифанду. Дальше идем, игра без мяча, тут тоже лучше Бенифан 10 на 9, это точная характеристика, то есть, ну, уже в 15 лет он лучше играет, да. Интуиция, ну, мы не знаем, сколько интуиции у Бенифанда, но от 7 до 12, даже если возьмем 10, все равно, все равно, уже, ну, примерно какое-то равенство, эта интуиция, она будет расти. Вот, дальше идем, принятие решений, ну, мы не знаем, сколько принятия решений у Бенифанда, но они примерно равны, я думаю, где-то тоже 9, 9, 9, да, например. Работоспособность выше, конечно, у Соломатина, да, но то, что у него работоспособность, знаешь, ты можешь ящики помогать, разгружать грузчиком, да, или там, не знаю, мебель развозить из Икеи по домам, да, с такой работоспособностью. Если ты играть не умеешь толку-то по работоспособности, это же бесполезный тыл. Решительность, ну, решительность, это все решается наличием учителя хорошего, в принципе, может быть, Джуминия там получит Бенифанда, и он сразу, у него решительность поднимется. Самообладание, здесь намного лучше, то есть мы даже не знаем, сколько точный показатель, но от 11 до 14, даже если взять 11, это практически в два раза выше, чем у Соломатина, то есть созревшего якобы форварда. Координация, ну, я думаю, где-то 10, да, у этого тоже 10, они здесь равны, и по скорости, по ускорению лучше Бенифанда, то есть видишь, элементарно, насколько вырожденец Соломатин, насколько он вырожденец, тут даже спорить не имеет смысла, потому что видно, насколько Бенифант по ключевым именно характеристикам лучше в свои 15 лет. Так что, Чатанова, Чатанова нам подарила вот такого игрока, да, Дмитрия Бенифанда, и, в общем-то, в общем-то, очень хороший форвард, я как его нашел, как мне его принесли, я говорю, все, этого мы подписываем. Потому что, ну, может быть, не в этом году, да, но на следующий год он уже может попадать в состав, и, ну, как раз он там потренируется, поработая, да, в Чатанова Соломатин, и, может быть, даже разовьется, может быть, даже придет к нам совершенно другого уровня игроков. Итак, у нас ассистент отметил игроков, с которыми стекают контракты, сейчас мы немножко с ними уже познакомились, да, поэтому мы можем сделать определенные выводы. Павел Соломатин, контракт предлагать не будем. Почему? Потому что, ну, игрок абсолютно, абсолютно никакой, да, абсолютно нулевый, если так можно сказать, стоит 55 тысяч, то есть его особо не продашь. Ну, и, конечно, нападающий с самообладанием 6, да, он не нужен уж точно в Лиге, пойдет, скорее всего, в ФНЛ играть. Да и то, даже в ФНЛ он не сможет быть статовым игроком, это элементарно, это видно, вот, и, в принципе, нам такой игрок не нужен. Владислав Левин, ну, Левин совсем другое дело, Левина, я, в принципе, думаю, что надо подписать, потому что, хотя бы потому, что ему 21 год, да, и вот две позиции важные может закрыть, да, конечно, тоже игрок не стартовый, но все-таки у него, ну, скажем так, определенные показатели есть, то есть оттянутого плеймейкера он может сыграть, он может сыграть центрального полузащитника, так, неплохо весьма, я не могу сказать, что он, конечно, там, знаешь, яятуре русский. Но выйти на замену подстраховать, такой игрок нужен, поэтому Левину мы сейчас предложим контракт, он получит 1,9, но давайте 1,5 хотя бы дадим ему, чтобы не расстраивался, ну, согласился, в принципе, копеечные зарплаты не жалко, не жалко, такие игроки нужны. Так, Антон Иванов, это у нас кто, это у нас центральный защитник, 22 года, ну, знаешь, у нас даже молодые защитники, они посильнее, концентрация 8, в позиции 10, 22 года, если бы ему было там лет 17, можно было бы, но здесь абсолютно никакой, мне он не нужен. Александр Каляшин, ну, тоже вырожденец, как можно, как можно так в футбол играть, ни одной технической характеристики выше 10, 21 год, то есть этот Каляшин, это уже, знаешь, потерянный фрукт для нашей команды, да это, знаешь, это 21 год иметь такие показатели, это, знаешь, это уровень даже, даже не ФНЛ, понимаешь, даже ФНЛ такие игроки не играют, что он хочет, каким он футболом хочет заниматься, не знаю, Николай Абольский, нападающий, 19 лет, ну, выносливость 7, то есть это уже так себе нападающий, самобладание 9, тоже так себе нападающий, такому даже контрак предлагать стыдно, почему, потому что, ну, у него есть неплохое завершение атаки, безусловно, да, но психологически он играть нету, да, толком, ну, толком ничего не умеет, вроде Таргетмена, игра головой 8, да, то есть у 166 атибетов он и не Таргетмен, да, чтобы с такой маленькой скоростью играть, так что это очень плохой игрок, естественно, мы его не берем, Андреус Рукас, центральный защитник, он еще руками не играет, но вот этот, в принципе, была бы у него концентрация и выбор позиции повыше, да, можно было бы этого Рукаса рассматривать, то есть он не совсем ворождеец, у него есть какие-то перспективы, но, конечно, конечно, знаешь, как, тоже такой футболист достаточно невысокого класса, его можно оставить, можно, сколько у него заплаты, где этот Рукас, так, 300 долларов, давай предложим ему контракт, 900, да ты ошалел, давай 400, 400 долларов, 875, а тебе не жирно будет, 800, 525 тебе максимум, какой 850, ты что, упал, что ли, давай 600, мое последнее слово, все, 600 договорились, ладно, за что пусть сидит, не жалко, вот, дальше, Михаил Магукин, ну, это, это вырождеец, как вы можете понимать, да, дальше, Данил Емщиков, ну, знаешь, тоже вырождеец, тоже можно вот так вот смотреть, Фарафонов, вырождеец, Майорский, вырождеец, Никита Канавин, вырождеец, Гребриков, ну-ка, это кто, это вратарь, ну, вот, вратарь так себе, Антон Терехов, вырождение, Собольский, тоже, то, так, ну, Матвичук, ну-ка, в принципе, центральный защитник, ему 17 лет, 17 лет, ума нет, ну, знаешь как, да, вот, вроде бы, вроде бы, ну, у него есть потенциал, конечно, у него есть потенциал, молодой, в принципе, ладно, как там тебя зовут, там, Семен Матвичук, да, Сема, Семе можно предложить контракт, давай, 275 монет и остается монетка, рублей, так, Никита Климов, ну, это все плохо, агрессивный центральный защитник, он на всех убивает, Александр Щеголков, это кто, это левый защитник, ну, это, это вырождеец, тоже, полный вырождеец, и Никита Киреев, Никита Киреев, атакующий полузащитник, с видением поля 8 и пасом 9, это значит, нам таких не надо, ну, и вот Спартак потерпел первое поражение, Уфа оказалась сильнее, и Спартак остается на втором месте, у нас есть шанс, чтобы от них оторваться, хотя я, опять же, не ставлю себе задачу такую, да, чтобы команда обязательно выиграла ЧП в первую сезону, я все-таки задачи не ставлю, играем, конечно, мы дома, да, с ЦСКА, но тут очень важно действовать будем на контратаках, все-таки нет у нас, нет у нас такого запаса перед ЦСКА, поэтому смешанный пас, остаемся на ногах, наверное, да, играем более дисциплинированно, так, ждать подключения, наверное, не надо, хотя можно оставить эту инструкцию, так, вот, агрессивно тоже, агрессивно не надо играть, надо играть на контратаках, в принципе, посмотрим, как эта игра у нас служится, Леонид Вихторович, так, мы считаемся фаворитом, тем не менее, да, отсутствие Азамата Засеева, конечно, куда вам без башки с кавахами футбол играть, так, погребняк у нас, кстати, выбыл из-за травмы, я забыл об этом упомянуть, но вот он выбыл на 2-3 недели, я скажу так, что это не самая лучшая новость, но мы справимся, как сказался, перерыв, перерыв хорошо на нас сказался, мы не жалуемся, так, ну и состав у нас, в принципе, боевой, у кого только можно было выставить, мы выставили, только нет погребняка, но на замене готов на подхвате всегда выступить Паша Саламатин, за неимением лучшего игрока, удовольствуемся тем, что есть, на флангах сразу вижу, что Дзагоев не на своей позиции играет, Муша не на своей позиции играет, вот, так что, в принципе, тут нужно понимать, что и как нам нужно делать, да, Тошича написано всегда плотно опекать, Тошича надо прессинговать, Мушу нужно всегда опекать, жестко у него отбирать мячи, то же самое, Зорана, Тошича, да, переходим к разговору с командой, я скажу так, что, журналисты выдали вам кучу авансов, идите оправдайте их, посмотрим, как они с этим справятся, но, в принципе, Дзюба пока себя плохо проявляет, в отличие от Головина, которого мы сегодня выпустить не можем, Дзюба себя плохо проявляет, он не забил ни одного гола, но, с другой стороны, он старается, в отличие от Кокорина, который, там, знаешь, начал пальцы веером, как только перестал забивать, да, но, в принципе, и не начинал, я ему, говорю, Саша, говорю, ты плохо играл, он мне, что, говорит, я, говорит, прекрасно играл, ты там ничего не понимаешь, Виктор, сейчас вот Тошич мог забивать, не знаю, почему его бросили, порессинговать его нужно, порессинговать, но не понимают этого мои подопечные, по-моему, Бютнер, ну, куда Бютнер вынес, хорошо, сейчас Соснин подхватил, отдал по штрафной, Дзюба играет на Жиркова, Жирков, ну, это примитивно сыро, примитивно, на одном пятачке все сгрудились, да, и никто ничего не делает, так, Мария Фернандес, отдает на Венблума, Венблум, на Натха, Натха, в штрафной, над Загоево, над Загоево удар, и был близок Алан к зятю ворот, на Натха и Ременко, Загоев, ну, видишь, как ЦСКА хорошо играет, ну, что, значит, прорывается, но Губачан молодец, тут я должен сказать, чтобы вы, чтобы вы, знаешь, требования выполняли, а то мне не нравится то, что ЦСКА вас так поджимает к воротам, тут, наверное, нам надо с контр-атакущего на стандартный переходить, все-таки, все-таки ЦСКА так или иначе будет пользоваться тем, что мы делаем, они на нас давят, мы, соответственно, прогибаемся, и Ременко, Натха, удар, но это не удар, у ЦСКА очень много ударов по воротам, но все они, как правило, на цели не достигают, Губачан желтая карточка, это плохо, очень плохо, Дьяков и Губачан смотрятся, но ЦСКА тоже нарушает, мы видим, Дзюба отдает на Жаркова, Жарков, Жарков, ну, что ж ты будешь делать, Игорь там, отбивай, давай ждать подключения, уберем, так, вернувшим с мячом, что там такое, куда с угла вытаскивать, ну, еще будет момент, видимо, момент будет у ЦСКА, Игнашевич, да, вот тут надо побыстрее тогда играть, но у нас, к сожалению, Дзюба не самый быстрый флорвард, он быстрее Игнашевича, но там есть кому его подстраховать, Муша! Ну, елки-палки, Губачан, так нельзя играть, нужно поаккуратнее, тем более есть каточка, я скажу так, что меня и близко не устраивает уровень футбола, который я увидел в исполнении этой команды, вот, ну и по тактике, по ЦП стандартной, да, вот, тут навешивать любой позиции не стоит, но, скажем так, по статистике в первом тайме мы были хуже, чем ЦСКА, ЦСКА 6 ударов, у нас 2, то есть это показатель, хотя, хотя, по точным передачам там у нас получше, но все-таки я не сказал бы, что мы превосходили армейцев, главная игра, ну, армейцев до ударов чаще дела доводили, и, в принципе, в этом плане они мне больше понравились, чем моя команда, и если соперник играет лучше, то я это признаю, как правило. Так, Тошич, Надхан, внимание, ну, совсем запрессовали, Тошич, ну, что ты будешь делать, ну, как ты мог не отнять у него? Так, я скажу так, что покажите больше желания, что вы творите? Он безголовина, видишь, уже как игра сразу расклеилась, Зобнин, давай вперед, Зобнин дает вперед, ну, там, в принципе, наши подхватили, Зобнин, ну-ка, давай, Надзюбу, мол, видишь, подхватили, Муса продолжает находить пространство, но мы Мусу держим, я же сказал, Мусу надо держать, если вы его не держите, у вас что, Муса не держа, не что ли там? Так, Соснин, Жирков, ну, пока на своей половине поля вот так вот возим, ну, вот куда это был пас, вот куда ты давал, елки-палки, да, надо же немножко смотреть, а он до фонаря ему все, а, увидел, завидел, ЦСКА в этом плане более грамотно сегодня действует, и я Викторовича Слудского имею ввиду, да, ну, рад за него, потому что посильнее ЦСКА выглядит, и это даже невооруженным взглядом видно от Загоев. Жирков, ну вот побежать, побежать надо было Юрию самому, он отдал столбу Джубе, который бегать не умеет, понимаешь, и стоит, подключайся, Жирков, подключайся, давай, подавай, не, не дал подать, так, ну, тут, может быть, имеет смысл нам как-то темп выше, выше задать сейчас, Георгий Миланов вышел, так, Натха, а что устное предупреждение Натха дал, а нашему письменное выписал, так, Соснин мне не нравится, Денисов как играет? Денисов играет лучше, ну, хотя они одинаково играют, но Денисов посвежее, можно, в принципе, как сделать, вот так, вот так, и вместо Соснин нам выпустить Валеру Шарамутина, посвежее, вот, Егора Данилкина ставить, ну, он видит, да, показатели Данилкина, то есть, он достаточно быстро растет, развивается, и для ЧП России это уже вполне неплохой, конечно, конечно, скажите, выбор позиций, этап 11 и так далее, да, я соглашусь, но сегодня и Губачан тоже играет так себе, да, хотя, конечно, тут, ну, у Губачана намного выше психологические характеристики, да, то же самое, и Дьяков тоже, но все-таки, все-таки, я рад, что молодые наши игроки развиваются, так, что касается наших фланговиков, потому что Жирков и Ионов все неплохи, вместо Юры Жиркова можно попробовать выпустить Ташаева, конечно, дать ему задание быть раундойтером, на Ионова перевести на поддержку, вот, и не атакующего диспетчера, а крайнего полоседника, вот так, все, в принципе, такие замены, Ташаев и Сарамутин, выходят молодежь, ну, я молодежи доверяю, я молодежи доверяю, веду желтую карточку свою, дежурную получил, так, ну, посмотрим, насколько Сарамутин и Ташаев смогут внести коррективы в нашу игру, Цагоев, ну, мне не нравится то, что ЦСКА делает с нами в нашу штрафной, и Валера Сарамутин хуже валит на Адхар, так, что происходит, ну, пока видишь, Игорь Денисов сейчас, горчичник заработает, на, заработал уже, ну, и, смотри, ЦСКА нас поджимает, уже поддавливает, не сыграли замены, так как должны были сыграть, так, ну, нам нужно уже переходить на контратакующий стиль, значит, если замены не работают, тут, тут, Миланов, удар, ловит Габулов, молодец, так, теперь, играть так, более дисциплинированно, оставаться на ногах, я, пожалуй, эту инструкцию, оставлю, ладно, навешивать с любой позиции, окей, на джубу, возможно, навесы пройдут, тут уже Венглум выбивать, я, конечно, не сторонник игры, вот этой от обороны, да, вот, но выбора тугого нет, кого можно еще выпустить для освежения нашего состава, ну, можно, конечно, можно, конечно, Маргунова, Маргунова, но, в принципе, вот, видишь, да, я так смотрю, все нормальные играют, можно вместо Ионова, конечно, выпустить Толю Катыча, у него, у него, кажется, абсолютно, это отвратительные показатели, но, хотя бы, свежий, свежий Толя, может быть, что-то привнесет, так, ты способен переломить ход игры, давай, Катыч, молодой, тоже, может быть, что-то сделаем, кто же его знает, как раз, там, на скорости убежать, от Игнашевича, например, я думаю, что это ему под силу, ну, и пока там, Муса прессингует, да, где-то, ЦСКА, ЦСКА здорово, они, смотрите, переходят из обороны в атаку, мне очень нравится, как они сегодня играют, и как бы я к слуцкому не относился, но сейчас, они все здорово, грамотно делают, Дьяков, играет, Карамутин, Денисов, Дзюба, и Дзюба завидел, Наташаев, Наташаев поборолся, ну, 0-0, счет, в принципе, я по такой игре, которая была, да, я доволен, в принципе, да, ну, хотя у ЦСКА были хорошие моменты, я скажу так, что я недоволен вашей игрой, играли плохо, да, но Дзюба, в этом бездону, выглядел как-то, стало на 6,9, сейчас мы посмотрим по статистике, по статистике, видишь, удары, 14 ударов у ЦСКА, у нас всего лишь 3, можете себе такое представить, хотя у нас тоже был там голевой момент у Юрия Жилкова, но, все-таки, все-таки я смотрю по сам, ну, процент брака большой, Жилков, 48% брака, ну, куда, Юра, куда это годится, Юра, Денисов, пятерка, бьют на пятерку, и все, больше пятерок нет, а, еще, Козлов пятерка, все, больше пятерок нет, у ЦСКА, Загоев пятерка, Верлуб пятерка, Натха пятерка, Игнашевич пятерка, ну, и все, больше тоже пятерок нет, Миланов, ну, Миланову можно пятерку поставить, да, но, видишь, как, все-таки, все-таки, не хватило, ни нам остаты, ни им остаты, Если смотреть на статистику То явный големомент лишь 1-1 То есть, ЦСКА Несмотря на то, что 14 ударов Да, вы скажете, о, ЦСКА там Нэш давил, лучше был Но опять же, они сделали всего лишь на 80 технико-тактических действий больше Да, на 80 Примерно Вот, и процент брака У них не намного ниже То есть, при том, что мы сознательно отдали Им мяч, и рассчитывали их на тот атаках Поймать Даже при всем при этом ЦСКА не сумел Воплотить это Своё преимущество игровое в голы Хотя был супер момент утощища Но, видишь, он с ним не справится Не забивающий Джима всё ещё надеется Ха-ха-ха На что ты надеешься, Тёма? До сих пор не можешь забить ни одного мяча И болельщиков команды это беспокоит Честно говоря, знаешь Я его поддерживаю Он старается, он работает Конечно, конечно уровень невысокий Да, но если вспоминать, что у Кокойна была средняя оценка 6.5 А у Джубы средняя оценка 6.71 Ну тоже, да, не блестящее Но, тем не менее, по крайней мере По крайней мере, у него Процент брака не такой высокий, как у Кокойна У Кокойна было порядка 40% брака У Джубы, видишь, в передачах 76, ну 70% С учётом процента его удара в створ Вот Ну так что, в принципе, Атём Ещё, я думаю, что сможет Себя проявить Ещё скажет своё слово Всё-таки переход в другую команду Это не так-то просто Тем более, что их зенит у него не складывалось Он за 9 тигр 0 голов забил И за Динамо сейчас тоже Перешёл, да, понятно За 5 тигр 0 голов Но я думаю, что Джуба себя ещё проявит Он, у него такой характер Что он не сдастся, а руки не отпустят И будет стараться Мы с ним поговорили 1 на 1, да И он мне, ну, рассказал Как он видит свои дальнейшие перспективы Что он будет стараться Но если он будет стараться То голы придут Это даже не обсуждается Что касается нашего Клубного расписания Наверное Наверное, полуфинал Кубка с Краснодаром Мы в следующий раз с вами посмотрим Сможем ли мы там что-то добиться Или нет, я не знаю Но пока у нас серия без поражений Уже вот аж с октября идёт Прерывать её в матче с Уфой Не хотелось бы Хотя Денисов Без Денисов играть не сможет Придётся Сарамутину действовать Но я думаю, что справимся и там И увидимся на игре с Краснодаром Спасибо всем большое за просмотр Подписывайтесь на канал На новые видео, да Ставьте пальцы вверх Пусть 400 пальцев вверх Как обычно выйдет следующая серия Всем спасибо за просмотр Удачи и до свидания